Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим с вами о 5 проблемах в консоли Xbox One, которые до сих пор не могут пофиксить. Несмотря на мою предрасположенность и любовь к семейству Xbox, у консоли 8-го поколения наблюдаются некоторые проблемы, на которые почему-то Microsoft закрывает глаза и не хочет их как-то устранить. Надеюсь, что это видео распространится по сети и как-нибудь дойдет до кого-нибудь из Microsoft, и они все-таки задумаются над решением данных проблем. Поэтому поделитесь этим видео с друзьями, если вам важен Xbox One. Давайте начнем. Первое, что я хотел бы отметить, так это репутацию игрока. Когда состоялась презентация Xbox, на ней была представлена очень важная вещь как подбор игроков, который по замыслу не давал вам соединиться с хамами и грубиянами из-за сортировки, что позволяло найти себе более приятное пати для игры. К сожалению, данная функция, на мой взгляд, полностью провалилась и даже сыграла злую шутку со скилловыми игроками. Дело в том, что репутацию игрока в Xbox Live можно понизить, пожалуясь на игрока за разные выходки, неспортивное поведение, оскорбление и тому подобное. Самое интересное то, что система работает по методу «если жалуются часто, значит оно так и есть». Да, возможно, некоторые грубиянов наказывают по делу, но как тогда быть просто со скилловыми игроками, на которых из-за побед кидают жалобы? Никак. Они лишь понижают себе репутацию, обрекая себя на проблемы с поиском игроков в той или иной игре. Да, если у вас плохая репутация, то вас будет кидать к игрокам с такой же репутацией. Самое интересное то, что пожаловаться может абсолютно любой, и репутацию нельзя никак поднять, как это было на Xbox 360. И в случае очень частных жалоб вам могут заблокировать аккаунт, а то и целую консоль. Это не байка, реально был такой случай. Единственный выход в ситуации так это заводить новый профиль. На мой взгляд, это одна из серьезных проблем, на которые стоит обратить внимание. Идем дальше. Эхо в обычных наушниках. В геймпаде 2 и 3 ревизии, а также через специальный адаптер, есть возможность подключить абсолютно любые наушники к геймпаду Xbox One и использовать их в качестве гарнитуры. Проблема в том, что почти все наушники в чате дают эхо, которое очень мешает во время разговора. Да, можно попытаться снизить прослушивание микрофона, что возможно вам поможет, но в большинстве случаев эхо останется. И выходом с этой ситуации будет либо покупка специальной гарнитуры, или же сидеть в чате через приложение Xbox на телефоне. Для тех, кто не знает, с помощью этого приложения можно сидеть в команде через телефон и использовать его как гарнитуру. Кстати, о приложении Xbox. Хоть это и проблемы не в самой консоль, но она так или иначе относится к ней. Дело в том, что приложение Xbox очень плохо работает. Вечные тормоза, долгий прогруз, на компе вообще ужасные вещи творятся, если честно. Ашком виснет. И эта проблема существует с даты выхода этого приложения, и никак она не решается. Пользуясь этим приложением иногда реальная пытка. Пожалуй, самой главной проблемой в консоли Xbox является его дашборд. Я ни в коем случае не трогаю его удобность, ибо в нем все понятно и легко. Проблема кроется в скорости работы. Это просто невероятные тормоза и очень долгое ожидание той или иной команды. Даже иногда заходя во вкладку магазина, приходится ждать приличное время. На начальной стадии существования консоль Xbox One имела очень прикольные функции, такие как управление жестами через Sensor Kinect и режим Snap, который позволял прикреплять на экран два приложения сразу. Через какое-то время Microsoft убрала эти функции, ссылаясь на то, что ими никто не пользовался, и они загружали систему, что способствовало тормозам и долгим загрузкам. Итог вы можете почувствовать сами. Проблема скорости работы не была решена, и дашборд по-прежнему лагает и долго думает. Бывает такое ощущение, что он тормозит намного хуже, чем было до этого. И, к сожалению, данную проблему Microsoft все еще не может решить. И последнюю проблему, которую я выделил, так это халатность к российскому рынку. Да, опять же, это не проблема именно консоли, а скорее всего уже проблема в отношении к российскому рынку. Я не знаю, почему так сложилось, но Microsoft мало нацелен на наш рынок. И почему-то многие фишки Xbox Live, возможно сделать свой кастомный геймпад, в России полностью отсутствуют. Да, можно предположить, что это все из-за непопулярности консоли, но не популярна она тут, так как сами же Microsoft не занимаются маркетинговой деятельностью на территории Российской Федерации. Рекламу консоли увидеть это реально редкость. Тем более, очень было неприятно, когда запуск консоли в России был отложен на целый год. Надеюсь, что данные проблемы когда-нибудь будут решены, и Microsoft будет воспринимать российский игровой рынок всерьез, не обделяя нас по тем или иным функциям. Надеюсь, что данное видео было интересным, и если это реально так, то поддержи меня своим пальцем вверх и подпиской на канал. Также, чтобы придать огласки проблемам, поделись этим видео в какой-нибудь группе или же со своим другом. И напиши в комментариях, сталкивался ли ты с данными проблемами. Спасибо за просмотр, до новых встреч!